Играет музыка Несколько эзотерических вещей про программирование и мир программирования. Стараюсь не дублировать подрохаба, скажем так, и вообще гугл что-то от себя пытаться сказать. Ну ладно, а кто вообще не знает, что такое нот веббит? Не знает. То есть в основном все знают? Ну, если по-простому, то нот вебкит — это примерно следующая вещь. Представьте себе браузер пром, который сейчас третью минуту занимает. И, грубо говоря, наверное, все видели то, что называется Developer Tools, когда нажимаешь, например, Ctrl-Shift-J, и выскакивает панелька такая, из которой можно прямо саму страницу как бы редактировать вживую. То есть там менять стиль или что угодно. Но я думаю, все это видели. Ну, представьте, что вы в консоли там имеете доступ не только к самой странице, к дому и так далее, а можете, грубо говоря, обращаться к системе, то есть набрать что-то вроде там, не знаю, условно, там, File System, Find Files там, или Start Web Server и так далее. Ну, это то, что как бы в итоге вот эту среду браузер делает, грубо говоря, ну, рантай-платформой для приложений на Ява-скрипте, где движком для виртуальной машины для Ява-скрипта выступает V8. В общем, собственно, вот вполне себе исчерпывающее определение, что такое Node WebKit. Надеюсь, всем более-менее понятно. Ну, более конкретно там то, что позволяет обращаться за пределами, собственно, самой страницы, то, что отличает это просто от браузера, вот эта часть, она взята непосредственно Node.js. Ну, из таких связок можно было бы множество сделать. Другая, тут что, три вещи есть, рендер, собственно, ну, HTML, да, в их странице, это WebKit. Потом Ява-скриптовый движок, ну, или вообще какой-то движок, да, для, собственно, ну, виртуальная машина основная, это в данном случае V8. И набор библиотек для каких-то системных вещей, вот, в данном случае это Node.js. Ну, вот именно такая связка, она сейчас выглядит наиболее эффектно, так субъективно мне это, так кажется. В общем, немного я продублирую то, что я в прошлый раз рассказывал, то есть вообще про сам Node. Смысл... Ну, да, это цитата из «Огипяти», я просто «Огипяти» хорошо сказан, там, в одном азат, это про Node.js, в принципе, исчерпывающее. То есть, сам Node.js что такое? Ну, это программная платформа такая, в том смысле, что это не просто какой-то отдельный маленький проект, о котором никто не знает, а это, ну, вот, как бы виртуальная машина, которая используется статистическим образом, вокруг которой разросло из дикого количества всяких вспомогательных инструментов, библиотек и даже, как бы, своя философия, то есть, ну, вот такой свой целый мир. Вот, основная часть Node.js это, собственно, JavaScript-овый движок, который транслирует JavaScript-машинный код. Ну, понятно, что этих движков было много, всяких, V8, это среди них, ну, исключительный проект, он по масштабности, скажем так, разрабатывался Google, и там многие вещи сделаны в итоге достаточно хорошо, чтобы из JavaScript-а сделать язык, на котором можно писать гораздо больше, чем просто баннеры, там, для HTML-страниц. То есть, фактически, его поставить в один ряд, там, с Ruby, Python и так далее. Ну, в итоге, да, JavaScript-а с помощью ноты превращается в язык общего назначения. Вообще, сам Node.js это история про BKF, то есть, имеется в виду, что вы будете на нем в основном писать, ну, скажем так, какой-то у вас веб-сервис вы разрабатываете, и с помощью ноты вы делаете именно серверную часть, ну, обработку, то есть, HTTP-запросов от пользователей, там, обращение к базе данных и так далее. Ну, так получилось, что, в общем, некий взрывообразный рост был интереса к JavaScript-у, там, за последние лет 15, и много людей подтянулось именно к этой теме, и много, как бы, сил, ресурсов было потрачено, то есть, это, в некотором роде, то, что называется, Кати Нэйдж, то есть, ну, на острие вообще, каких-то IT-движут. Ну, когда можно представить, как такая волна пошла, лавина, она много чего зацепила, и вот она прошла, какой-то свой основной момент, и дальше тоже еще, как бы, ответвления куда-то пошли, ну, вот, в частности, такое достаточно очевидное, ну, для меня ответвление, это, то есть, ну, вот вы пишете, пишете веб-сервисы, а в какой-то момент вам нужно, например, по старинке, там, ну, написать приложение, которое просто будет где-то стоять у пользователя, там, ну, может, корпоративное, вы там сами его инсталите везде, или просто какое-то приложение, игрушка, может, и вы так вспоминаете что-нибудь, я не знаю, там, Visual Studio или Delphi, и вот, вспоминайте, как сделать, там, интерфейс, например, с помощью, не знаю, или свинга, там, на Яве, и вам так грустно становится, вы представляете, какие там вообще возможности для вёрстки, для интеграции всякого мультимедиа-контента, после как вы на HTML5 повисали, например, ну, и на динамических языках вообще поработали, и вам очень грустно становится, а вам хочется что-то десктопное написать, и вот именно в этот момент вот и появляется. Значит, ну, вот, опять же, тут цитата с официального сайта Node.js, это кусок истории про Node.js, но смысл в том, что это, в общем, инструмент, который сейчас практически везде используется, то есть, ну, вот, наверное, скорее как вспомогательный, внутренний корпоративный, вряд ли как основа именно для большого автосервиса. Ну, в общем, любой большой проект, он всё равно гетерогенный, там. Node.js много где сейчас, практически идея присутствует. Да, про сам JavaScript я хотел немного напомнить вообще, как он появлялся. Я думаю, когда его делали, они вообще понимали, для чего он будет использоваться, честно говоря. То есть, была вообще идея, что вот у нас 90-е, да, вот мы сделали, у нас появились веб-стандарты, ну, достаточно очевидно, что там нужно не просто верстку отображать, а нужна какая-то интерактивность на странице. Но я думаю, что там реально думали про очень простые вещи. Никто, наверное, не думал про, ну, хотя фиг знает. Ну, никто, наверное, не думал, да, про то, что сейчас Аяксом называется. Вот. Ну, однако, наверное, что-то там подозревали, взяли в качестве основного языка, ну, не просто, как бы, да, императивный некий язык, а добавили некие идеи, которые, там, идут от функциональных языков и так далее. Ну, в общем, это довольно сильное сочетание появилось, но, на мой взгляд, смысл в том, что во многом это было, ну, не спланировано, а более, так, как бы, на индуитивном уровне сделано отцами, да. Что-то все эти мужи, я думаю, жили до сих пор нормально. Ну, да, это мы, наверное, пропустим сейчас. Так, ну, собственно, вот про сам Notebook Kit. В 2011 году там один конкретный человек начал именно вот эту связку прорабатывать. Достаточно очевидно, то есть это заветно, с моей точки зрения, сильный проект. Сейчас он, в общем-то, разрабатывается фактически в Intel, ну, или при поддержке Intel. То есть, ну, вроде как к Linux это не имеет прямого отношения, это имеет отношение к миру программного обеспечения с открытым исходным кодом, вот, и к философии, которые, соответственно, там есть. Считаю, что это просто рантайм, который может, в принципе, быть запущен на основных трех платформах, это Linux, Windows и MacOS, и можно под этот рантайм уже с помощью веб-технологии писать свои приложения, которые нужны. Смысл в том, что если вы, примерно, представляете, как работает, там, может, HTML, CSS, ну, с JavaScript чуть знакомы, то вы можете очень быстро сделать какое-то именно десктопное приложение, и по трудозатратам это вообще будет на порядок меньше, чем вы начнете, там, ковырять Visual Studio, например. Ну, на мой взгляд, это так. Я особо не настаиваю. Ну, или Дельфини. Вот то, что сами создатели NotWapKid, как основной, основные фичи своей платформы, и вот это, в общем, просто скопировано. Ну, смысл в том, что здесь, мне кажется, нужно обращать внимание, что, вообще, полная поддержка того, что может NotJS, плюс, как бы, вы это можете делать в браузере. Вот. Приложения свои можете упаковывать, фактически. Ну, там некоторые проблемы с этим возникают, но, грубо говоря, вы можете сделать в итоге бинарник под конкретную платформу. Единственное, что, правда, сам рантайм там будет мегабайт 70, наверное, да, и ваше приложение еще сколько-то, ну, там, если это HTML, ну, и скрипты, в принципе, я не знаю, ваше приложение может быть там несколько мегабайт, и рантайм еще нужно, либо он должен быть упользоваться, либо вы его должны подтягивать еще. Ну, я думаю, сейчас 70 мегабайт не очень большая проблема. Ну, и всякие вообще гичи. В общем, довольно трудно. Опять же, цитата с официального сайта, но, грубо говоря, раздел на GitHub. Список там у них есть, ну, шоу-кейс, грубо говоря, там, перечисленные проекты, компании, где это используется, много где используется, много чего, в принципе, сделано. Ну, как примеры приложений, которые делаются, веб-гид, это, например, ну, музыкальный плейер, да, в котором легко сделать какой-то мешап, подтягивать информацию с других популярных, популярных где-то сервисов, там, last.fm, где-то еще что-то, вот, там, SoundCloud, потом, что еще. Ну, вот, как пример, есть InfoMessaging, сервис с отмена сообщениями, игрушки есть всякие, вспомогательные сервисы, вот, какая-то вспомогательная приложение для методологии Kanban. Кто вообще знаком с методологиями разработки, знает всякие слова, чтобы Kanban, там, Scrum, XP. Ну, смысл в том, что, когда вы зарабатываете в команде какое-то программное обеспечение, есть отдельные подходы, как именно людям друг с другом взаимодействовать, друг с другом, с кодом, с заказчиком, ну, и с задачами. Вот, и это называется методология разработки. Есть разные, это немножко смахивает на секты, если честно говоря. Ну, и, то есть, вот, есть информационный процесс внутри команды разработчиков, и нужно вспомогательные зачастую, обычные. Какие-то приложения, которые позволяют правильным образом учитывать задачи, время и так далее. Ну, вот, такое приложение можно в веб-гите написать. Хороший пример, мне кажется. Редакторы, редакторы кода можно разнообразно писать. Немножко я подоскачу. Ну, ладно. Смысл в том, что простейшее, значит, вот, допустим, рантайм поставили в систему, есть исполнеемый файл модберкита сам там, он NVR называется, NVR называется, NVR называется. И что, собственно, будет являться, как бы, ну, программой, да, вашей, например, это может просто быть каталог, в котором лежит файл package.json. А json все знают, что такое? Вот. Ну, манифест, как бы, грубо говоря, тогда такой каталог уже будет являться приложением. Чтобы запустить его, достаточно будет запустить этот рантайм и в качестве аргумента командной строки указать просто путь к каталогу, ну, если вы находитесь уже в каталоге рабочим, просто точку подставить. Вот. Значит, ключевой для нодберклита ключевым является вот этот файл, как и json, где, как бы, сказано, что вот этот каталог, это приложение вот, как бы, для тебя, да, для нодберкита. Так, в общем, у этого package.json есть формат. Вот здесь, по-моему, перечислены вообще все возможные опции, которые там могут быть. их не так много, я просто хотел в целом, чтобы было представление, что с этим можно делать, что указывать. надо немного углубиться там дальше, чтобы понять смысл именно всех этих. Ну, я кратко попытаюсь пора еще и сказать. Можно, ну, поскольку, в общем, это вещь основанная фактически на хроме, ну, то есть, как праузер хромы, который везде стоит. Он основан на ободсовом проекте хромеум, а хромеум это фактически веб-кит, да, для рендеринга HTML и V8 для исполнения javascript-а. Соответственно, кроме там есть, например, где-то тоже свои параметры командной строки, можно, в общем, передать через Pc-9-со, там, если можно. Например, так. Потом, есть возможность, вот мы написали javascript, и вы не хотите, вообще говоря, свое приложение распространять, как, ну, опенсорсное. Есть возможность, ну, нечто вроде как, скопилировать javascript, есть snapshot, по-моему, это называется. Вот, и дальше в Pc-jsoni указать, что вот, код уже в каком-то пайле с snapshot. По-моему, там так просто не будет вытягиваться сам код уже javascript-овый. Ну, это такая простейшая, как бы, опускация. Потом, но в WebKit, когда запускается, можно сделать так, чтобы он все-таки не был уж совсем выглядеть, как прям траузер кромил, там, с адресной строкой, а что-то спрятать, поправить, там, брать тулбары. В общем, для этого есть в манифесте раздел для конфигурирования именно, как бы, окна. Windows Upfield, то есть, там можно заголовок показать, иконку, показывать, или не показывать, то лба, там, минимальный, максимальный размер окна, режим киоска. Потом, есть, конкретно, можно параметры передать именно для WebKit-а, какие-то свои, там, отображать ява-аплеты. Да, то есть, если вы пишете что-то для приложения на WebKit-а, вам, в общем, доступно все то же, что обычно доступна страница, то есть, можно обращаться к плагинам, браузерам, к флэшу, к ява-аплетам и так далее. В чем, как бы, вот если вы откройте браузер Chrome, например, и пойдете там в консоль, вот у вас будет глобальный там объект Windows, и у него какие-то, ну, какие-то там свойства будут, но ничего, что, как бы, ничего с системспецифик. То есть, как бы, на таком пользовательском, с точки зрения программиста уровне, отличие тут будет в том, что у вас появится директива, ну, функция, да, require, доступная, в которую вы можете как бы, обращаться к модулю Node.js, ну, или каким-то модулем встроенным в сам WebKit, или, ну да, и там основной такой это GUI, то есть, кое-что можно делать с графическим пользовательским интерфейсом. Соответственно, вот, я опять же скопировал частично, что там бывает, в общем, то есть, вот ваше приложение, например, уже могло бы запущено с какими-то параметрами командной строки, можно, соответственно, посмотреть, какие они там были, можно вот, собственно, ваш же манифест получить в виде Джейсона, какие-то специфичные сделать вещи именно для движка, и вот, какие-то выйти. Так, это несколько ссылок, которые со всем этим связаны. Если кто работает с различными фреймворками, я вас криптовыми, но не значит, что такое Vanilla.js, советую посмотреть. Вот, я так понимаю, что презентация уже будет выложена, в принципе, с этими ссылками. Ну да, здесь основной ресурс, это просто раздел на гитхабе, конкретно вот этот Roger Van, создатели, его репозиторию все посмотреть, там нормально все изложено, есть вики нормальные. Так, это конец, в общем-то, самой презентации, но я хотел именно пару колл-вордов показать, маленькую демонстрацию устроить. Сейчас мы попробуем именно запустить минимальное приложение, которое будет являться уже приложением для новой вхитки. Видно, да, что там написано? Можно, в принципе, побольше сделать. Ноги получше. Вот у нас есть какой-то колл-ворд. Я его заранее сделал. Что он представляет, он себя представляет, да, но главное, собственно, пэккедж пэккэйсон. Да, вот у нас есть каталог, в котором лежат два файла index.html и пэккэйсон соберемые этих файлов. Вот пэккэйсон в нем два главных параметра должно быть. Это, собственно, имя и ну, как бы, ну, да, имя файла, который будет основным. Все остальные его параметры помогать. То есть это у нас уже делает наш каталог как бы именно приложением для логов фит. Index.html он, ну, какой-то там простейший. Здесь ничего интересного, кроме вот этой вот, вот эта вот точка. То есть это то, что отличает это, грубо говоря, от обычного html, что у нас есть. В глобальном объекте в Индове у нас есть поле процесс, которого так обычно в общем нет. Ну, сейчас посмотрим, что будет. опускается это следующим образом. То есть вот мы уже находимся в каталоге нашем. Дальше мы вот у меня сам нодбрый пкит я его как-то поставил. много способов поставить конкретно в линукс нодбрый пкит. Есть ну да, можно через npm поставить. Я просто скачал. вот сам исполняем файл это у нас nv дальше мы параметры передаем просто текущий колоб точку. Вот так вот у нас выглядит колоб лодд. Собственно не специфично именно просто для какого-то обычного браузера вещь здесь именно вот этот кусочек мы напечатали версию ноджес которая у нас используется. Странно почему она такая и не помню уже почему у меня стоит именно такая. Ну можно еще один пример запустить просто как демонстрацию это работает. Не понял. я понял я боюсь мы не успеем я хочу еще пару вещей показать потом мы можем попробовать редактировать как интересов есть на гитхабе репозиторий называется lsr баланс очевидно что там уходится я его скачал просто посмотрим откуда один прилаг вполне очевидная вещь простейший файл файловый менеджер написанный на логовый пик запускаем также вот у нас файловый менеджер но здесь только можно просматривать структуру смотреть ну да можно кликать на файлы они открываются файловый то есть при этом это практически как бы как хром если я могу открыть вот такую штучку это у нас делило так вот здесь я хотел бы поподробнее остановиться именно на этом что-то забавно выглядит а вот видно ли такой шрифт сейчас я наверное попробую что-то принять перескочил ну ладно представься что мы открыли такой же инструмент как просто браузер хром вот это у нас относится к новой веб-типле здесь например можно сделать что-то видно я набираю слово window например и у меня как бы дебаг отходина про глобальный объект можно посмотреть что тут есть да в принципе читать недалеко ничего не видно вещи которые удобно изучать то что вообще тут бывает например вот мы обращались там объекту полипроцесс можно открыть уже посмотреть что в нем есть вообще вот у нас ну да кстати у нас есть например саму window просто поле root в котором указан ну да путь к каталогу к текущему вот есть поле процесс еще всяких методов есть экзэк пас например путь исполняем файлы вот есть вешен нод вебхит самого я не слышу я не слышу сейчас посмотрим это было в процесс или просто сейчас откроем memory for js keep size limit total js keep size local так education в общем так это будет несколько забавных вещей еще хотелось для капсуле показать например мы можем сделать вот так вот откроем просто консоль опять напишем такую вещь это должно быть знакомо тем кто с но джесс имел дело то есть мы пишем ну да вам переменная степи например равно require http это стандартный модуль и но джесс так теперь посмотрим что у нас представляет переменная шт джесс это какой-то объект в котором есть ну грубо гайда мы можем как будто бы в браузере написать вебсервер словно с забавными то есть сейчас я скопирую на кусочек вот такой вот сейчас вот исполним вот такой вот код htcp create сервер ну и передаем ее ресенера на запрос посмотрим что будет создался сервер что такое какие-то там свойства есть метро тысяч давайте откроем браузер посмотрим что-то должно было произойти но во что ничего не произошло он должен вообще просто логировать запрос ничего не отдавать я кстати не понял а вот инкабин месседж метод ген ну да в общем так вот можно развлекаться на самом деле я на этом готов закончить давайте если какие-то вопросы есть что такое довольно сгибательное что-то а в чем преимущество с другими аналогами хороший вопрос это совершенно другая вещь она для другого сделана то есть но веб-кит это ну грубо говоря ратайм-среда для написания доступных приложений ну графически пользовательским интерфейсом смысл именно в этом смысл в том что если вы более-менее владеете ну какими-то веб-технологиями тем что называется html5 то есть ну можете работать с html и ксс то у вас с помощью нотвеб-кит есть возможность написать именно десктопное приложение довольно быстро довольно дешево это вам будет то есть кривая изучения для вас будет ну очень как бы маленькая рубиан рейлс это вообще ну это веб-фреймворк он не предназначен для совершенно для графических интерфейсов он работает на сервере на сервере где даже нету ицов груб вот ответил да по поводу производительности и размера самих программ в строении уже комплинировать значит да производительность ну производительность это как бы в принципе это довольно большие проекты там довольно много оптимизировано хотя версия у них все равно там ноль точка что-то то есть очевидно что это не очень все стабильно и наверное там могут всякие косяки неприятные подводные камни ну то есть вы можете использовать то же что используйте Node.js какие-то пакеты я иду размер распространения файлов да с него дополнение файлов понятно значит само как бы приложение под Node.js это фактически ну вот набор html страниц javascript файлов и там css ну сколько вы их напишите ну там с библиотеками пару мегабайт может у вас будет вот и само приложение дальше будет это всего лишь zip архив каталога то есть мое приложение будет чисто есть на их странице да будет еще раз но нет то есть подразумевается что либо у пользователя ну то есть вы распространите свое приложение либо в среде где вы более-менее контролируете что у пользователей ну у меня это корпоративная среда и мы заранее могли там что-то поставить допустим например гейклептикун у них довольно большой пакет парадик которые в 3-4-5-5 ну там нечем то есть они сразу распространяют javascript и Node.js и в хип да да они сразу ну я вот точно не знаю но я уверен почти полностью что да в тех 300 мегабайт ну что сам Node.js он грунгая 70 мегабайт еще вопросы да вот мне тоже очень интересно было там я только какие-то совсем грязные как я по-моему видел то есть ответ нет это для десктопа все можно вопрос то есть мы фактически берем браузер Node.js и все это называем программой ну и мы называем это средой для выполнения приложений да фактически только в этом смысл то есть такого рода я говорю связок можно было придумать и много они как бы всегда были то есть можно было с Явой там изгаляться с какими-то другими движками для рендеринга и так далее я кое-что пробовал там с движком серийно например для Ява скрипта вот здесь просто это удачная реально связка и более или менее как-то есть сообщество которое это поддерживает то есть есть там ответы на стек оверхлоу ну немножко есть какой-то вики в общем это не совсем будет андеграм так скажем а что еще но это уже такие как бы хаки грубо говоря будут ну в принципе ну грубо говоря да то есть подождается что вы пишете именно вот вам нужен не чисто веб-сервис а какое-то более-менее локальное приложение в котором много есть всякого текста обычного картина каких-то и вам нужно это все сверстать именно и процесс верстки может быть болезненно если вы не используете там html да пытаетесь сделать свое навороченное приложение не знаю на свинг вот там это ну многие вещи которые в мире html ксс решаются легко каких-то чуть отойдешь и все вам это напоминает ну даже если флекс брать кто знает флэш флекс там как шитскрипт ну они как бы грубо говоря что-то свое сделали но они это используют для себя они не отдают какие-то свои наработки как то есть смысл в этом понятно что вы можете написать свой нот вебкит и это будет не нот вебкит я не знаю там какой-то там руби вебкит или что-то такое вот но просто это уже есть и это достаточно хорошо все-таки работает еще вопросы ну он будет работать как обычный браузер более того можно там по ну девелопер tools это тоже в общем окошко браузера можно начать но это для когда вы уже приложение свое сделали можно закрыть доступ ко всех вещах чтобы пользователи конечно так не уходили но в процессе разработки многое реально удобно то есть но если вы доступные приложения многие делали да вот например у вас она уже запущена сколько-нибудь массивной например вы хотите поизучать вот именно иравки уже объекта условно диспле обжиг который вы сделали ну и нет конечно везде есть инструменты так или иначе можно дебажить это все дело но мне кажется настолько удобнее это делать когда у вас классический дом такой документ модел и с помощью инструментов которые уже прошли проверку временем ну и массивности использования типа Chrome Developer не обязательно это в принципе сейчас и в фаерфоксе тоже нормально фаербак ну грубо говоря представьте что вы пишете доступное положение и у вас для отладки есть фаербак мне кажется это довольно здорово при том что вы можете в любом контексте исполнять для проверки какой-то код то есть реально у вас может быть высокая скорость и качество вашей работы по сравнению с какими-то другими системами мне кажется Notebook и до сих пор проекта три года в общем но он сильно недооценен скажем так то есть какие-то можно представить не знаю скажем система для для городской поликлиники там учета чего-то которое все-таки не может просто как веб-сервис работать и нужно как-то подключаться к каким-то локальным не знаю терминалу может быть и вот именно информационный интерфейс такого будет мне кажется очень удобно это или для магазина что-то или вот там у них есть длинный киоск мод реально это можно быстро сделать и довольно стабильно будет это работать потому что основано на уже старых проектов не там по моему отдельно ничего нету то есть именно то что как вы работаете с ноф джейс также вы здесь вам только добавляет еще возможность работать именно с графическим пользовательским интерфейсом именно вот как в том же контексте как вы 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 Продолжение следует...